Здарова, господа и господа мои! Ох, грядёт на канале величайшая раздача всех времён и народов! И сегодня под раздачу... У нас сегодня снова конкурс! Попадает мышка Блади А90! Очень многие просили сделать на неё обзор Ну как просили, точнее, спрашивали стоит ли переходить на А7 с А90 стоит ли с А90 переходить куда-то, актуальна она или нет на данный момент Короче, я достал себе А90 Она же А9 Но я вас прошу, не путайте с АЛ90 Это совершенно разные мышки хоть они и фантастически похожи внешне АЛ90 покруче по сенсору И там есть свои отличия Если кому интересно, на экране, пожалуйста, можете посмотреть Что же ждёт нас в А90? Мне досталось вот за эту цену на плюс-минус вменяемое Это уже третье по счёту Третье устройство которое я решил просто так раздать Условия те же самые, что и в предыдущих двух Вам нужно сделать абсолютно полный просмотр видео желательно без перемоток и набрать какое-то количество лайков Я думаю, вы уже знаете какое И разумеется, чтобы я смог выбрать победителя вам необходимо оставить какой-нибудь комментарий Чтобы я мог рандомно выбрать И отписаться вам в ответ Вам бы пришло уведомление И дальше бы мы с вами уже как-то списались по этому поводу Условия крайне просты В комплекте наклейки В комплекте визитка со ссылкой на программное обеспечение В комплекте оно, кстати, не включено То есть оно будет бесплатное Но с некоторыми заблокированными функциями Ну, как правило, самыми кайфовыми Также есть такое небольшое руководство С пометкой, какие еще продукты есть Рядом стоящие с этой мышечкой Открываем блистер Я на самом деле горжусь тем, что У меня на канале самая большая коллекция мышек Баллади Чем у кого бы то ни было Это очень круто Я хочу собрать их всех Но без вашей помощи мне никак Кстати говоря, если у вас эта мышка была Вдруг от моего взгляда что-то ускользнет Пожалуйста, напишите в комментариях Как она вам вообще в использовании Нравится, не нравится Может вы какие-то минусы найдете Которых я не нашел Помогайте друг другу Потому что главная цель Это помогать людям Выбирать себе девайсы Если вы думаете над покупкой мышки Вы можете зайти в описание Там есть обзоры на другие мышки И обязательно почитайте комментарии Как правило, там всегда Очень подробно изложено другими людьми Комментарии никогда в жизни не удаляются По первому ощущению Мышка приятная Кликается хорошо Просто замечательно Я бы даже сказал Радует, что свечи здесь Light Strike все-таки Не поскупились Странно, что в топовой мышке X5 не поставили Я удивлен Инфракрасный скролл Производитель обещает Один миллион оборотов Вот это что-то неистовое Светодиодная подсветочка Здесь довольно-таки скромная Светит только лапа Но на коробке заявляют RGB Посмотрим Почти 17 миллионов цветов Как мы сможем Ею управлять Но это попозже Поддержка программного обеспечения Я уже рассказывал Что какие-то функции Придется докупить Сенсор здесь оптический Ну, как и на всех мышках Как на большинстве мышек Блади Он стоит А3050 На 4000 CPI Скорость обработки 2,4 мегапикселя в секунду Частота кадров 6666 FPS Максимальное ускорение 20G Отслеживает она 60 дюймов в секунду Частота опроса USB порта 1000 Гц Время отклика 2 миллисекунды Микропереключатели Готовы выдержать Более 20 миллионов кликов Это касается Только правой И левой кнопки И металлические ножки Как всегда Готовы проскользить Ради вас 300 километров По эргономике Складывается ощущение Что все в порядке Мышь под правую руку Сама поверхность Мышки матовая Но Кнопки прорезиненные Я пожалуй отключу Кнопка достаточно широкая Butterfly Click На ней В принципе Исполнять можно Да что уж там говорить И с драк кликом Проблем у вас Возникнуть не должно Клавиши Нажимаются мягко Я бы даже сказал Гораздо приятнее Чем в серии X5 Я даже удивлен Почему А вот боковые кнопочки Хочи находятся Ну Плюс-минус На месте Но они не совсем удобные Они сделаны Уж слишком плавные Во-первых Это полностью Исключает возможность Нажимать их глайдом Вот таким вот образом То есть проводить Вот так вот Неудобно То есть они не будут Срабатывать Вы будете промахиваться Кнопки не выпирают Практически Очень мало И они сделаны Слишком одинаковые Вровень Нет у них Никаких выпирающих частей Что делает Невозможным Сориентироваться Если у вас так Палец лежит На какую именно Кнопку вы надавите Потому что Расстояние между кнопками И какое-то их разделение Оно здесь просто Отсутствует Они здесь есть Ну и это хорошо Колесико имеет Довольно четкие положения И наверное Это большой плюс Касательно ножек Они маловаты Но они гораздо больше Чем в мышке П-81 Но будет ли Мышь цеплять Пузом Коврик Мы это выясним Насколько она скользкая В П-81 ножки были еще меньше Чем здесь Там это была проблема Проблем Мышка собрана хорошо Никаких дополнительных люфтов Несанкционированных Давайте скажем так Не наблюдается Боковины здесь Перфорированные Но тем не менее Они здесь не резиновые Обычная пластмасса Тем не менее Форма мышки Достаточно прикольная Создает необходимую Хватистость Ну давайте будем Посмотреть По хвату Нет претензий Отлично Кнопки прожимаются Просто шикарно Если ПО не загружено То одно нажатие Двойное нажатие Тройное нажатие Ну соответственно Двойной выстрел Тройной выстрел И так далее Вот Как поменять подсветку Или эффект подсветки Или хотя бы цвет Я пока что не нашел Поэтому Давайте-ка мы запустим С вами Блади 7 Программное обеспечение Итак друзья Что мы видим По итогу Мы можем активировать Корд 4 Но Ограниченное будет По времени Тем не менее Вы можете попробовать Мышка легко Определилась Программным обеспечением В этом пункте Меню Вы можете Переназначать Кнопочки Давайте попробуем Переключиться На Core 2 И Core 1 Посмотрим Что это нам даст Мышка Переопределилась У нас здесь Есть снайперские режимы Мы можем Назначить Изменения Сенсы При прицеливании Что позволит Выцеливать Голову Там гораздо лучше Здесь мы можем Настраивать Несколько банков На мышке Объясню Как это работает Мы просто Выставляем Наши пресеты Как нам нужно Если нужно Мы можем Рассинхронизировать Ось XY Как бы Это тоже без проблем Допустим Нам тысячи мало Я хочу Переключаться Между 1200 1300 И 1400 Теперь Двойной клик По кнопочке Единичка И вращением Колесика Можем переключаться По этим Заранее Заготовленным Банкам Здесь мы можем Менять Цвет Логотипа И удивительно Что он Слушается Могу Желтый Поставить Например Или даже Розовый В этом углу Мы видим Как раз таки Инструкцию Которой нам И не хватало Чтобы мы Могли Менять Цвета Подсветки Вот этой Мышки И По ходу Дела Это будет Работать И без Драйвера Хочу Сразу Попробовать И да Это Работает Смотрите Вот наши Цвета Предустановленные Вот так Выглядит Мышка Дважды Кликаем По единичке Начинает Мигать Колётика Если мы будем Крутить Мы будем Сенсу Менять Но мы Топчем Вот эти Кнопочки Боковые И тем Самым Мы меняем Собственно Говоря Наши Пресетки И чтобы Сохранить Нужно Нажать Кнопочку 2 Я так понимаю Ну в данном Случе Это кнопка Н Наверное Раз Ну и Все Сохранилось И Это Замечательно Так что Это Такое Настолько Мало И здесь У нас Уже Есть Возможность И писать Макросы Этот Кор Наверное Все таки Под ММО РПГ Сделан Кор 3 Походу Дело Под шутер И больше Подходит Давайте На него И Сориентируемся Мышка Мышка Переопределяется Вы слышите Параллельно Как мне Кто-то Еще и Пишет Вот Как это Работает Этот Макросы Как писать Я вам Показал Уже Раз А так 100 Просто Из этой Части В эту Часть Мы Набрасываем С вами Команды Которые Должны Исполняться Последовательно Или Одну И ту же Если Нужно Добиться Максимального КПС И Разумеется Время Нажатия И В В Контрол Есть Время Задержки И Между Нажатиями Можете Выставлять Даже Какую-то Задержку Вам Потребуется Вот Эта Кнопка Он Будет Постоянно Гонять Репитом Этот Макрос Либо Вот Эта Кнопка Это Пока Вы Жмете Макрос Выполняется Как только Отпустили Макрос Перестает Выполняться Или Вот Эта Кнопка С Этого Нужно Начать Нажали Макрос Начал Выполняться Потом Нажали Еще Раз Макрос Остановился После Вы Определитесь Вот С Этой Штукой Можете Здесь Уже Все Накидывать Как-то Так Когда Вы Загрузите Программное Обеспечение Переключитесь В Core 1 Разумеется Вот Эти Кнопочки Первые Три Будут Работать Совершенно По-разному Здесь Вы Будете Выбирать Ваши Режимы От них Будет Зависеть И Сенса Ваша И Разные Плюшки Для того Чтобы Вы Комфортно Чувствовали Себя В любой Игре И Могли Вы Переключиться В любой Режим Сама По себе Мышка Крайне Удобная В руке Лежит Прекрасно Бегает Аки Бешеная По столу Никаких Залипаний Никаких Срывов Сенсора Я Ну Видимо У меня Скилл Просто Не тот Мне Не Получается Ее сорвать Ни в коем Случа Клавиши Нажимаются Просто Прекрасно Играть С ней Одно Удовольствие Стоит ли С нее Переходить На А6 А7 И Любую Другую Серии А нет Конечно Не стоит Мышка Замечательная Никакого Вау Эффекта Вы не Получите Ну То же Самое Наверное Касается И в Обратном Случае То есть Сенсоры У этих Мышей Одинаковые У Выше Отличная Если Нету Действительно Какой-то Веской Причины Перейти На Другую Мышь Например Это Ломается Или Я Вам Не Советую Переходить Ну А если Вы Все-таки Надумали Приобрести Себе Вот Такую Мышь Первое Ссылочка Есть В Описании Второе Набираем 1800 Лайков Под Этим Видео И Пишем Комментарий И Как Только Мы Наберем Это Количество Лайков Эта Мышка Отправится Случайному Подписчику Если Мы Наберем В Два Раза Больше Двум Случайным Подписчикам Ну А потом И Трем Кроме Того Зацените Другие Видео В которых Тоже Есть Конкурсы Это Клавиатурка B820R И Мышка X5 Pro Max На Этом У меня Все Всем Удачи Всем Пока Парни Найти Заряд И Не Сохранить Сгубили Нас Увы Эффекты Памяти Наш Огонь Угас И Тупо Рассказать Прощай Нам Слишком Поздно Справить Звук И Отключить Wi-Fi Я Собирал Все Почистить С С